итак какие же плюсы и минусы покупки либо либо сервиса либо аренды даже сказать лучше вот смотрите при установке вам если вы покупаете вам не хоть необходимо устанавливать web-assist на вашем сервере и только после этого можете пользоваться также в при аренде ничего делать не надо только надо зарегистрировать аккаунт и все он уже будет готов к работе практически его остается только настроить и дальше работать модифицировать исходный код можно как я и сказал только при покупке веб-сервисы этого делать нельзя вот это минус затраты соответственно надо потратить определенную сумму на покупку самих скриптов этих то есть самого движка этого магазина а при аренде то есть надо только заплатить аренду либо вообще можно начать с бесплатного тарифа но там действует ограничение это я рассмотрю в следующем уроке про все это расскажу и так переходим дальше он то есть здесь здесь вам придется постоянно обновление делать если сервис то этим занимаются специалисты этой компании веб-ассист полный административный доступ будет только при покупке движка при аренде как я и сказала нельзя будет иметь нефть теперь доступ не изменять файлы не в общем здесь все максимально закрыто от пользователя это я считаю самый существенный минус конечно но это и понятно почему сделано потому что чтобы они ну они могли продавать этот движок то есть они изначально продают движок они аренду аренда это у них как наверное дополнительная услуга также ограничения имеются дисковом пространстве если у вас собственный хостинг то тут зависит только от вашего хостинга как как вы там захотите такое у вас и будет диск здесь же диск диск ограничены его можно расширять за дополнительные деньги также и обновление обновление придется делать сама самому при аренде они всегда свежие то есть этим занимаются специалисты и техническая поддержка при покупке только по вопросам работы скриптов если вы что-то там меняете по хостингу и прочему поэтому вам уже техподдержка скорее всего никаких вопросов не ответит а здесь же при при аренде скриптов служба поддержки у вас вам полностью ответить на все вопросы и так на этом урок закончен переходим к следующему уроку с вами был александр 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 александр